Всем здорова! Прошел месяц с момента, когда я начал играть в ArcheAge Unchained основательно, и пора подвести итоги этого месяца, обдумать дальнейшие перспективы и попутно запустить новую рубрику для этого канала. Я подумал, что возможно кому-то будет интересен обзор контента, которым игроки заняты в различных MMORPG, но просто его перечисления, мол вот тут есть вот это, а вот тут вот это, но это не то, это и в Википедии почитать можно. Так что я решил попробовать такой эксперимент, что-то вроде одного дня глазами типичного игрока в MMORPG на кап уровне, в виде этакого виртуального влога что ли. В общем сейчас все сами увидите. И да, я прекрасно понимаю, что за один игровой день невозможно охватить максимум контента, это бред. Но я хочу показать максимально бытовой день. Далеко не каждый день происходят какие-то приключения, и далеко не каждый день мы побеждаем в онлайн играх мировое зло. И хоть мы и играем ради таких больших побед, но до этого дня приходится проходить огромное количество рутины, гринда, дейликов и всякого такого. И это я вам хочу показать, чтобы вы были готовы к подобной рутине. Так что этот видос можно поделить на две части. В первой новая рубрика. А по вот этому вот таймкоду как раз таки итоги месяца и мои дальнейшие рассуждения. Я рад представить вам. Типичный день в MMORPG. Первый выпуск. Типичный день. WarHedge Unchained. Если вам заходит такой формат, обязательно ставьте лайк, чтобы у меня была мотивация делать подобные видео и по другим MMORPG. Также подписывайтесь обязательно на канал, тыкайте в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и оставляйте коммент в поддержку канала, чтобы видосик продвигался. Я читаю все ваши комментарии, честно. И порой после этого вам не нужен психиатр. Неважно. И еще важный момент. Если вы плохо знакомы с Архейджем или играли там когда-то давно и уже все забыли, то вероятнее всего вы будете сидеть с лицом, ничего не понятно, но очень интересно. Понимаю, как говорится, поэтому после того, как я закончу повествование о своем типичном дне, я постараюсь максимально разжевать, че вообще происходит. Ну поехали. Сегодня мне пришлось зайти в игру пораньше. Знакомьтесь, это Naeros. Мой сказитель, или так называемый Эбонсонг. Класс состоит из веток Арчери, Шэдоу Плей и Сонгкрафт. Его основная фишка. Под кучей бафов его крит-урон и крит-шанс вырастает просто до небес. И при хорошем гире ты можешь сбривать цель буквально в пару тычек с крайне большой дистанции. Но для этого нам нужно иметь хороший шмот. И его добычей мы сегодня займемся. Практически вся фишка Архейдж как раз в сборе шмота и попутном ПВП. На данный момент я потихоньку приближаюсь к 7000 гирскора. Когда вы только прокачаетесь и пробудите херам шмот, у вас будет всего 3000 ГСа. Средний ГС на данный момент около 8,5, максимально же 17,5. Ну а как я заметил, у большинства примерно 12 КГС, это по моим личным наблюдениям. Гирскор апается примерно тремя этапами. Это уровень шмотки, её тир и камни внутри. Так у меня есть несколько Т3 шмоток и несколько Т2 шмоток разного уровня. То есть я выформил свитки пробуждения, с довольно низким шансом пробудил свой шмот на тир выше, с Т1 на Т2, а затем и на Т3, плюс прокачал его с помощью специальных банок СНок. Моя цель на данный момент это взять фулл Т3 шмот. Для этого мне нужны свитки. Ещё плюс мне нужны СНки, но это самое меньшее из проблем. И не менее важно это вставить во все сокеты Лунагемы до того, как я начну повышать тир до Т3. Просто когда твой шмот прокачан меньше, камни вставлять дешевле. Их и так как бы очень дорого вставлять, а если шмот апнешь, то вообще от нас. Кроме этого, стартовала новая неделя относительно недавно, мне нужно закрывать арчпассы на всех персонажах, так как это принесёт большой профит. В общем, дел не в проворот, но если хочешь быстро одеваться на анченеде, нужно задротить. Я решил начать именно с голды, а именно зашёл на второй аккаунт. Да, у меня в анченеде два аккаунта. Официально разрешено иметь три. Второй аккаунт я использую исключительно для фермы и паков, чтобы не тратить на это очки работы на основе. Как вы понимаете, второй аккаунт даёт нехилое такое преимущество, и это так. С ним развитие в полтора где-то примерно раза быстрее. Так вот, я захожу на своего гладиатора. Этим персонажем я только пробивал почву в Архейджи, вы его видели, кстати, в обзоре. Сейчас же он исключительно фермер. Так сказать бы, стрела в колено попала. У меня большое пугало 24 на 24 в Хеллсвэмп, и я играю на сервере Александера. С жилыми местами тут большая такая задница. Мне пришлось выкупать это место за 3000 голды, сносить дом, который тут стоял, и ставить пугало. Это позволяет мне выращивать разную хрень и реализовывать её. Сначала я садил картоху, чтобы крафтить мои любимые махадеви паки без затрат и выносить чистую прибыль, но это была плохая идея. Подобные вещи гораздо профитнее выращивать на доме с клумбами, я пока таким ещё не обжился. После этого у меня был эксперимент по выращиванию свиней. Профит с этого есть, безусловно, но время затрат меня не устраивали совсем, ибо пока ты прокачаешь навык для быстрого разделывания, будешь тратить ежедневно по паре часов. Афк, конечно, крафт, но всё равно не очень. Ну и я решил не париться и просто садить деревья ради древесины, по возможности перекрафчивая их в заебись древесину, которая заметно дороже уходит. Так вот, собрав с огорода всё, что нужно, и засадив свежими посевами, а урожай скинув на аук, мы идём заниматься воской паков. Для этого надо доделать пару заданий в арчпассе, чтобы полутать с него дельфийские звёзды, ибо паки за дельфы самые профитные, но это быстро. Даю тп в махадеви, скупаю с аукционом максимум чопит продукт, если же нет, то скупаю всю картоху. Вообще, картоху профитнее, но чопит как-то быстрее. В идеале, мой день паковоза состоит в двух фулл заходах по 9 паков. Для этого у меня есть трактор на 8 мест, и один гружу за спину. Я вожу махадеви паки в аустеру. Очень быстрый маршрут, но иногда бывает, что процент сбивается. Это всё ещё норм профит, но со сбитым процентом надо делать захода 3-4, не меньше. Либо возить аналогичные и соседние локации. Времени уходит больше, но процент почти всегда максимальный, так что выходит чуть-чуть профитнее, чем при сбитых процентах махадеви. И пока я это рассказываю, мой персонаж скрафтил нужное количество паков и загрузил их в таратайку. И один навесил на спину. Начинается симулятор дальнобойщика. Маршрут довольно простой. У нас есть 15 минут, чтобы полутать максимальный профит с паков, так что приходится слегка сокращать. На 8-мясном тракторе это вообще не проблема, считай, одной банки топлива хватает, чтобы доехать вовремя. Нам надо спокойно проехаться по дороге до следующей локации, затем свернуть у забора направо, проехаться по горам, найти вот этот вот спуск и аккуратно съехать по нему. Сейчас я все это делаю, конечно, уже на изи, но первое время я тут частенько застревал. Мы довозим наши паки и сбрасываем их специальному неписю. Награду мы получим через 8 часов. Делаем еще заход, дабыслить остатки ОР и на сегодня закончим с этим персонажем. Мда, как вы заметили, у меня кончились дельфийки. Теперь воскопаков на этом персонаже слегка замедлится, пока я подкоплю нужное количество дельфов по дейликам и векселей по дейликам консорциума. Но это не особая проблема, у меня дельфов на основном персонаже хоть жопой жуй, а с этого парня я уже вынес несколько десятков тысяч голды. Как я уже говорил, второй аккаунт позволяет выносить довольно много голда в неделю, при этом не тратя ОР на вашей основе, на которую мы, кстати, сейчас пойдем. Времени у нас с вами много, сегодня выдался свободный вечерок, так что мы сбегаем на максимум активностей, которые вытянет наш гир. Ну а начнем с дейликов. Примерно раз в час собирается рейд на херам дейлики и доп активности. Это ежедневные задания в северных локациях, в награду за которые дают эсценки для шмота или свитки на пробуждение. Плюс еще рейдовые боссы в мире для дополнительных наград. С дейликов я собираю обычно только свитки, так как эсценок падает, огромная куча сарчпасса и дейликов в замке, об этом позже. Обычно новички начинают с Т2 дейликов, но благо я этот этап уже перерос. Но ради вас покажу. Три локации, где надо завалить 50, 50 и 100 мобов. Это ради Т2 свитков как раз таки. Также Т2 свитки можно покупать за дилиженс коины сарчпасса. Я рекомендую оттуда их брать, ибо на Т2 дейлики рейды почти не ходят, а в соло ковырять муторно, так что этот этап нужно проскипать как можно быстрее. Возможно кто-то со мной не согласится, тут уже от вашего свободного времени и от ваших приоритетов зависит. Кроме этого, свитки можно перекрафчивать на тир выше, то есть если вы будете и дальше бегать на Т2, то сможете из них сделать Т3. Это не очень профитно, так как перекрафчиваются они 5 к 1, но во времена Х2 наград за эти дейлики, как сейчас, почему бы и да. Не успев доделать третью локацию, я нашел рейд. Поначалу я думал, что это обычный бытовой рейд, если так можно выразиться, но нет, я ошибся. Это был крайне удачный и длинный рейд, который позволил охватить почти все активности в опенворлде. В начале мы пошли на берег. Тайминг был довольно удачный и нам нужно было пропушить локацию, чтобы как можно быстрее на ней началась война. Так что начинается веселый гриндан массового масштаба. Я решил бегать поближе к пиратам и котам, дабы если заметить вражеский рейд, сообщить РЛу, а то мало ли. Но гринд был довольно спокойный, лишь пара зевак встретилась. Одного я ваншотнул, но второй отмудухал уже меня. Мы разменялись фигли. Затем РЛ дал команду и тп, мы сиганули в руины в Экселоче и завалили заспавнившуюся там нагу с ее выводком. Конкуренции не возникло. На Ашьяру, или на английском Йолу, валят в основном ради чешуек. С нее еще падает щит прикольный и тупо в нишке ради, а также есть шанс дропа дорогой эсенке. После этого мы тут же рванули в Сан Голдс Филдс. Тут тоже есть РБ Глен и Мейна. Это двойной рейдовый босс, в основном всех интересует сундук с Глена, да еще по мелочи. Ну и затем мы вернулись на берег, где надо было догриндить мобов и спровоцировать вар. Но мы все равно не успеваем, так как пора уже бежать в Сен Дип. Там тоже РБ Залдрейн. Изи Дельфики и посох Александера. Он нам понадобится потом. Сразу после этого появляются черепахи. Немного хонора и мелкие сундучки. До вара на Велсонге еще есть время, так что мы пошли сделать один из дейликов в восточном Хераме. Убить мамонта. Это один из четырех дейликов на этой локации. Очень важной локации, ибо тут падают самые редкие Т4 свитки по квестам. Мамонт упал на Изи. Мы же бежим на второй из четырех дейлик, это дерево. Также успешно его запинываем, после чего запинываем Неписяш, выталкивая его со спота, бедолагу. Физика ёпта. Ну и возвращаемся практически идеально на Велсонг, где началась война и заспавнились башни. Там уже правда стоял союзный рейд, так что придется немножко попотеть, чтобы забрать его нашему. Уже начали мелькать мысли о включении режима ПК. Тут суть в том, что спавнятся волны мобов, и наша задача быстрее их залить. После этого спавнится здоровенный Жаккар, которого надо забрать за 10 минут и не дать разрушить башню. Частенько за босса проходит ПВП. Но тут конкуренция возникла в пределах одной фракции, и коты даже пробовать не стали. Они послали разведчика, поняли, что тут дело пахнет керосином, и такие, ну нахер. С Джакара также лутаем 4 дельфийки, 5 кусков курса Тармор, и несемся уже на Аегис. На Аегисе спавнится жабка, плюс стресс жабки нужен по кое-какому квесту, нам это пока слабо интересно. Но босс довольно неприятный, хотя Хонор отсыпают вроде норм. Не успели мы оделать жабку, как надо бежать в Синдерстоун Мур, где жахнул разлом по таймеру, и надо было залить пару боссов, ничего особенного. Лутаем фрагмент брони и шард. Это тоже нам нужно будет когда-нибудь потом, но Хонор и дельфийки нужны всегда. И снова даем порт, на этот раз в Маркалу. Тут у нас башня некромантов. Вообще, на мобов около нее не помешало бы взять квест, но да уже пофиг. При захвате башни определенной фракцией можно сносить тотемы, и ставить специальные защитные, ну назовем их зенитки, которые будут лупить по вражеской фракции, чтобы они тут не тусовались лишний раз. Мы попытались забрать еще одну в Нуемаре, но малех не попали по таймингам, так что свалили на водопад. Это третий дейлик из четырех. Тут надо было просто спокойно залить 50 мобцов. И тут же делаем четвертый дейлик, где надо завалить 50 демонюк в их лагере. Четыре дейлика из четырех в Восточном Хираме сделаны. И башню Нуемарем, кстати, тоже забрали. Ну и раз мы тут бегаем, то и замковые дейлики тоже надо бы сделать. Замковые дейлики состоят из трех этапов. Убиваем на локации 100 мобов, затем приносим ресурс локации к фермеру, затем крафтим специальный пак и сдаем его жабе в башне. За все это мы получаем территори коины, из которых крафтим эссенции. Ну или что-то другое, но я тут тупо ради эссенок. Таких замков у нас три. То есть этот тройной дейлик желательно делать в каждом замке для максимального профита, что я, конечно же, сделал. Кроме этого, мы весьма успешно сбегали в западный Хирам и сделали там три дейлика на Т3 свитки. Это быстро. Рванули еще в Халькону на РБ, но у меня игра вылетела, и я успешно его профукал. Гык. И следующим шагом мы закрыли разлом в Сент Голде, как тот, что до этого мы закрывали в Синдерстоуне. Побежали делать дейлики в Маркалу, наткнулись на гвардов. Тоже повезло, с них лут пожирнее. Ну и сам дейлик в итоге тоже быстро доделали. Как в Маркале, так и в Колмлендс. Иии вот теперь это все дейлики на сегодня. Да. Ну и теперь можно заняться эквипом. Терри три коины у меня есть, но мне нужны векселя блюсоутные. Так что я делаю ТП по локациям, где есть квесты на 20 единиц определенного ресурса, 4 локации, 4 векселя. Возвращаюсь в замок, за счет коинов и векселей крафчу эсценки, жиру кирки на очки работы и распаковываю банки. В прямом смысле слова снимаю себе штаны и начинаю заливать в них эсценки, дабы довести мои Т2 до качества Дивайн. Это позволит пробудить их с помощью свитков на Т3. Тыц, фейл, шмотка ушла в кристалл, то есть засветилась. У меня есть Хонор, покупаю за него специальный свиток и декристаллизирую штанцы. Снова делаю несколько попыток, каждая стоит целых 25 свитков. И аж до шестого раза шмотка заходит и становится третьего тира. У меня еще остаются очки работы, но почти не остается голды, увы. Плюс эти рейды потратили довольно много времени, так что на этом моя игровая сессия на сегодня закончилась. Я абсолютно уверен, что большинство из вас, кто мало знаком с Архейджем, сейчас в недоумении, мол, че такая это фигня? А те, кто уже играет и знаком с игрой, такие, бля, на что я трачу свою жизнь? И действительно, на первый сторонний взгляд может показаться, что все, чем приходится заниматься в Архейдже, это долбанные дейлики и забеги на мировых РБ зергам. Да, это в принципе так, но не все так просто. Да, Архейдж действительно состоит из двух вещей, дейлики по КД и фарм голды различными способами. Прикол в том, что активностей, в том числе и дейликов, огромное множество, и вам приходится расставлять приоритеты. Да, вы, конечно, можете бегать по всем активностям сразу, чтобы за один день выполнить весь обширный список. Убить всех РБ, выполнить дейлики на свитке во всех локах, закрыть все замки, пробежать все данжи, повозить паки, побегать на огороде, поплавать в море и прочее, прочее, но тогда ваш игровой день будет составлять хреновы тучи часов, и такой расклад мало кого устроит. Плюс, не стоит забывать о целой куче рандомных ситуаций, которые генерятся в открытом мире игры. В основном это ситуации, связанные с рандом ПВП, где либо от вас огребают, либо вы огребаете, и в итоге вам приходится выбирать, чем развлекать себя в вечерней 3-4 часа и какие активности зацепить. Все это зависит от вашего либо финансового положения, либо от вашего шмотного. Как и аспект настроения тоже слегка решает. Надо апать гравы, бегаете на РБ за сундуками, до хонор фармите. Надо галды, паки возите, либо аресы добываете. Надо шмотки апать, бегаете замки упорнее, или свитков больше добиваете, захватывая еще Т2 локации, или даже Т3, если вдруг вы прошли этот этап. В общем и целом, игра дает большое количество занятий. И вы сами должны думать, как потратить свое время и свои очки работы. Так у каждого игрока дни проходят совершенно по-разному. Кто-то тупо на дейлики забегает, да помелочи рессами торгует, кто-то целый день на поковозку тратит, а кто-то пожинает лавры трудолюбия и развлекается на аренке и опенворлд пвп. А, кстати, насчет пвп. Да, на данном этапе для меня его крайне мало. Все-таки мой гир сейчас низкий. Оптимальный гир для того, чтобы не бояться пвп, это где-то 12к. Зная свой график, я понимаю, что такой гир будет апнут где-то еще через пару месяцев. Может быть чуть раньше, в зависимости от ивентов и халявы от разрабов. Огромная проблема Архейджа крайне долго догонять старичков. Если бы я стартанул на месяца 3 раньше, ситуация была бы совершенно другой. И дикая проблема, что далеко не все люди выдерживают полгода откровенной рутины, чтобы взять адекватный гир. Полгода одних и тех же маршрутов по ковозке, полгода беготни по дейликам ежедневно, полгода замков, полгода огребания в пвп, будь то опенворлд или хотя бы тот же Даскшир. Насчет арчпасса и ивентов разрабы позволяют немного отдыхать от игры, но не слишком много, если вы хотите чего-то в игре достигнуть. Самое лучшее время для врыва в Архейдж это старт нового сервера, особенно сервера с постепенным открытием прогресса. Так вы примерно равны с остальными. Слакаете хотя бы месяц, опять начинается расхождение. То же самое случилось и с моей констпати. Мы с хилом пашем в два аккаунта и видим свои перспективы. Но мы тратим на игру целую тонну времени и частенько устаем. Есть в КП пара человек, кто играет в один аккаунт. Их это уже все заябало и они ливнули из игры. Ибо пахать полгода ради пофаниться в ПВП в будущем такие перспективы их смущают. Единственный, кто радуется жизни, это наш крафтер, который тупо сидит на огороде и в ус не дует, совершенно не затрагивая другие аспекты игры. И мы плавно переходим к итогам месяца моей игры в Архейдж Unchained. Вначале я играл за Гладиатора, но когда понял, что без второго аккаунта я тут буду крайне медленно развиваться, взял второй в стиме и перешел за запад, так как они на моем серве доминируют и развиваться будет проще. К тому моменту, когда я уже оденусь, то начнется трансфер между фракциями и доминация запада закончится, начнется куча ПВП, месива хардкора и жесткие осады. Гильдии у меня нет. Я вступил в одну, но это так, реальный профит только от гильдии третьего уровня и выше, так как там делается бисовый плащ. Но в такие гильдии берут только персонажей от 8 КГСа, а скоро планкой до 9 КАМ повыситься может. Быть абузой я не хочу, а гильдия, которая меня везде поводит и на корабликах покатает, у меня нет. И у вас не будет. И вам придется смириться, что месяца три вы будете в игре никому нахер не нужны, и вас отовсюду будут шпынять, так как профита от вас тупо нет. Также возникла проблема с моей КП. Те, кто шпилит в один ак, кое-как в фулл Т2 одели, когда мы уже к Т3 приближаемся и почти фулл гравы имеем. Плюс мне чё-то дико везет по шмоткам, Т2 почти все шмотки заходили с двух-трех попыток, когда у тех шмотки регулярно в кристалл выпадали, отчего они дико горели. Тут уже корейский рандом виноват. Что касаемо второго аккаунта, то вы уже в курсе, что у меня на нем 24 пугала, я подумываю еще о доме с клумбами. Плюс у меня трактор на 8 мест, а это дорогого стоит. Ну и куча кирокс арчпаса. То есть в ОР я не обделен. Идеальный фермер. Плюс можно завести твинка, как раз слот свободен. Да еще одно такое же поставить пугало и тупо ресами барыжить, как пассивным доходом. На первом же персонаж мой Эбонсонг в 6700 гс, в половине Т3, в половине Т2 шмоток, и гравы в большей части эквипа. Чувствую себя очень комфортно. Пвп, конечно, надо тренироваться, потому что это не милик с катанием по клаве лицом, а я играл за милика. За лука надо понимать геймплей и знать в чем его сила. А именно, выбежал, в лицо прокритовал под фулл бафом, сбрил, хорошо, нет, лучше тикай. При норм шмоте я даже смогу одну комбу от милика пережить, чтобы был шанс его откайтить, но это от класса зависит. С магами особых траблов нет, за счет дистанции и мобильности против них шансы всегда хорошие. Классом, в принципе, я доволен. Месяц пролетел незаметно, но мы уже успели подустать. Все-таки для быстрого апа рутина лютая. А слакировать и белочек, рассматривать полгода и быть нищим я не хочу. Не в этой игре. Когда мы качались, пвп было регулярно с такими же качерами. При системе с уравниловкой было реально весело воевать примерно на равных. Но при важности шмота пвп по факту на данном этапе у нас нет. Бывает, конечно, что находишь какого-нибудь доходягу и вы уже с ним мутузитесь. Если ты его первый заметил, ты его сбреешь. Если он на тебя налетел, можешь и ты отлететь успешно. Плюс всегда есть вероятность, что где-то бегает его любовник и отомстит за своего парня. Так что да, чтобы такая рутина не дезморалила, от игры приходится отдыхать. Иначе будет тяжко. При наличии знаний и рук одеться можно за 3-4 месяца. Но принесет ли вам удовольствие от этого игра? Очень вряд ли. Однако, если играть потихонечку, позволяя себе денька по два, иногда по три отдыхать, да чисто на дейлики забегать, игра в принципе себя окупает. Ведь у нее дичайший крутой визуал, крайне приятный геймплей и боевка, да куча интересностей. Просто до какого-то контента надо дорасти. Какой-то для тебя не актуален на данный момент, но будет актуален чуть позже. Какой-то ты постепенно перерастаешь, как я с Т2 локациями, будь они не ладно. Что касаемо самой версии Unchained, сразу на тему того, что это честная версия, без доната, и вообще тут мир, дружба, коммунизм. Нет, и нихрена. Во-первых, тут процветает РМТ. РМТ это Real Money Trade, то есть покупка голды и услуг за реальные бабки. Это не проблема Unchained, да вовсе нет. Это есть во всех играх. Где-то это легально, а где-то нет. На Unchained'е РМТ официально запрещен, и разрабы дают показательные баны время от времени. Но уже давно существуют схемы, которые тупо невозможно отследить. Поэтому покупают голду реально тут огромное количество людей, тем самым сокращая себе недели дроча. Их никогда не забанят. Потому что отследить эти схемы и все письма, все передачи между игроками, нереально. Плюс ребята, у которых по два аккаунта, те будут так же ровнее, чем вы. Кроме этого, совсем недавно геймига запустили опрос, что для вас является pay to win'ом. И вопросы были весьма конкретные. То, что сервер не сможет существовать долгое время абсолютно без доната, и на одних чисто внешках, и он загнется от этого, это было очевидно и дураку. Вопрос о дополнительной монетизации был временный, и я абсолютно уверен, что скоро шоп начнет расширяться. Сначала мелочами типа проверки почты в любом месте, плюс чертежи появятся за кристаллы. Затем все пойдет дальше, будьте уверены. Не сразу, но пойдет. Лично я не против такого расклада, ведь даже если в шопе появятся вещи с дилиженс шопа, то это особо ситуации не изменит. Все работяги так же будут это лутать без особых затрат, просто чуть-чуть медленнее. А те, кто серьезно надеялся на то, что тут все ровно и честно, нет. Это далеко не так. Но играть при этом все равно достаточно комфортно за счет отсутствия регулярной подписки и присутствия арчпасса. На тему моих мыслей для эксперимента с переходом на русервы. Вы не представляете, насколько это тяжело. Смысла это почти не имеет, я это понял. Видя, сколько людей бежит с руофа на евро, я не уверен, что мне есть смысл там тусоваться. Как минимум, потому что я не хочу терять прогресс тут. Насколько трудно тут дается рост по ГСу. И я не уверен, что хочу начинать по новой. Потерять здесь прогресс. К тому же, будет куча людей уверенных, что меня проплатило мыло, это еще и удар по репутации дополнительный. И я решил, что дону его в задницу. Рооф не решит проблемы, которые меня беспокоят здесь. Если я устал от рутины и дроча, то мне просто надо отдохнуть от игры спокойно. Так что я продолжаю играть на евро версии, и моя цель, это взять фулл Т3 к новому патчу, где откроется новая локация, и будет частично убита рутина в плане дейликов. Такие дела. Надеюсь, вам было интересно. Вот такие мысли меня нынче беспокоят, вот такие результаты у меня взяты на Unchained версии Архейджа за месяц упорного задрудства. Ставьте лайки, подписывайтесь на оба моих канала, и на паблик ВКонтакте, а также заходите на мой дискорд сервер. Все ссылочки в описании. Всем большое спасибо, всем пока.